300 старшеклассников из разных школ района стали участниками учебных сборов. В первый день занятия разделили на два этапа. В теоретической части будущим защитникам рассказали об армейской службе. А уже на практике ребята демонстрировали свои навыки в строевой подготовке и сборке и разборке автомата. Мне показалось, что они были увлечены, и для них это в будущем пригодится, потому что эти знания помогут на первых этапах их военной службы. Для ученика второй школы Максима Жестикова сборка и разборка не составляют большого труда. Он укладывается в 30 секунд, хотя норматив позволяет еще 10. Навыки военной службы парень получает в клубе застава. Максим не раз принимал участие в поисковых экспедициях и за это даже получил медаль Жукова. А в будущем он мечтает стать военным. Занимаюсь я 4 года уже в клубе. Изъявил желание я сам, так как хотел стать военным. А вот Сергей Науменко планирует получить журналистское образование. Но год в армии обязательно отслужит. Примером для Сергея является его отец. Он служил в пограничных войсках. И он сам говорил, что это такая школа жизни, которую нужно обязательно пройти. Не обязательно стать военным, добиться каких-то успехов, но побывать в армии, понять, что такое мужской коллектив, что это какие-то нормы, морали. Это обязательно нужно прийти каждому мужчине. Военное приветствие, шаги, повороты. Примерно месяц ежедневных занятий необходимо, чтобы освоить начальный азы строевой. Все параллели 10-х классов школы номер 7 прошли такую подготовку. У педагога по ОБЖ Людмилы Филимоновой спрос ребят большой. Всегда переживаю, как выступают мои ребята. Они показывают личные свои достижения и, естественно, представляют 7-ю школу. Впереди еще несколько дней учебных сборов. За это время школьники должны сдать нормативы по 7 дисциплинам. Каждый год подводятся итоги. Естественно, школы сдадут нам отчет, как у них прошли сборы. Потом у нас снова будет общий сбор. Мы подведем итоги, что так, что не так. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.